При неспешной прогулке по улице Новослободска можно заметить интересную вывеску. Резчик по дереву Александр Зимин создал уникальную выставку в нашем городе. Около полутора тысяч работ разместились на выставке резьбы по дереву. Ее хозяин Александр Зимин последние 40 лет занимается работой с деревом. Удивительно, что это просто его хобби. Профильного образования резчик не имеет. Еще в прошлом веке директор бывшего профильного училища номер 9 предложил ремесленнику открыть свой музей. Постепенно идея воплотилась в жизнь. А вот мою выставку называют и туристической изюминкой. Клянусь, вон там. И неоднократно пишут. Вот именно придешь к тебе, лишний раз улыбнешься. Вместе с выставкой функционирует и клуб любителей резьбы по дереву. Мальчишки и девчонки старше 13 лет могут научиться делать из куска дерева интересные вещи. Фигурки любимых героев, ложки, игрушки. Главное в этом – желание, отмечает Александр Зимин. Сам он творит в любых местах, где настигнет вдохновение. Везде, и в автобусах, и в электричках, и в поездах, и даже в самолетах резал, клянусь. Вот приезжаю там куда-нибудь на пляж, сажусь, чик-чик, есть какая-то вещишка. Так что это дело – желание. В его коллекции маски, шаржи, портреты политических деятелей и даже образы святых. Самая большая работа находится в церкви Казанской иконы Божьей Матери в Константиново. Она около трех метров в высоту. Роберт Рождественский, старый муж, это Святая Мария и Иван Креститель. Такие вот пироги. Увидеть эту самую туристическую изюминку может любой желающий в доме по адресу Новослободская, 20. Выставка бесплатная, двери открыты абсолютно для всех. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Анастасия Арт, Михаил Лазуткин. Продолжение следует...